Сегодня у нас заключительная лекция. Попробую поговорить про оставшиеся три темы, которые мы не успели рассмотреть очень быстро, потому что каждая из них на самом деле достойна того, чтобы отдельный курс по ней вести. Тем не менее мы попытаемся быстренько пробежаться по ним, посмотреть, что это, и дальше, если вам будет интересно, вы сможете самостоятельно с этим поразбираться. Значит, первая тема – это тема, связанная с… Ну, здесь они названы как методы, основанные на аналогиях. Значит, мы… Ну, я бы на рассуде объединил целый пласт моделей, которые позволяют вам из данных получить некоторые модели, которые позволяют решать типовые задачки классификации, регрессии, костеризации и так далее. В целом, наверное, можно было бы сюда принести еще, добавить сюда еще и нейронные сети, то есть то, что касается коннективистов. Но, тем не менее, сейчас направление выделяется часто в отдельную, в отдельный сектор за счет того, что там изначально нейронные сети, которые там строились, принципы коннективизма, были достаточно простыми и в целом не сильно отличались от того, что предоставляет этот, например, такие модели. Но со временем их сложность начала расти, уже достаточно сложно объяснить, что у них происходит. В целом, результаты, которые они дают, позволяют выделять, например, их уже в некоторое отдельное направление. Вот, кроме того, еще посмотрим сегодня направление, связанное с эволюционистами. Здесь приводится поиск, генетический алгоритм, генетическое программирование. Хотя, по факту, я бы сюда отнес еще и некоторые другие методы, такие, например, как поиск по некоторой сетке, то есть простым перебором, различные методы рандомизированного поиска. Кроме того, я бы сюда отнес бы еще и средства, связанные с моделированием. Когда, например, вы внутри вашей системы искусственного интеллекта запускаете модель процесса и пытаетесь просчитать, как будет вести себя система. И на основе уже разных экспериментов, разных эволюционных прогонов выбираете то решение, которое является, например, наиболее оптимальным в вашей конкретной ситуации. Значит, начнем мы с обзора некоторых моделей. Значит, сразу же полезно бывает смотреть, какие инструменты сразу же существуют на рынке. Вот есть такой достаточно известный инструмент Skykit Learn. Это такой стандартный тул для построения моделей, моделей машинного обучения в первую очередь. То есть те модели, те алгоритмы, которые позволяют вам из данных получить модели вашего процесса, вашего явления, которые вы пытаетесь таким образом из данных получить. Значит, такие вот модели, их условно, в этом пакете разбивают несколько видов, точнее, не некоторый набор задач, которые вы можете решать с помощью вот этого направления, связанного, направления связанного с аналогиями, когда вы из данных пытаетесь получить некоторую модель путем подгонки этой модели, параметров этой модели под данные. Это задачки классификации, когда вам необходимо, например, по входным данным определить, к чему, ну, как бы классифицировать ваш процесс, да, то есть процесс является исправным, неисправным, система там устойчива, неустойчива, то есть некоторая классификация, попытка разбивки входного потока данных, да, на некоторые подклассы. Это могут быть классификации, там, писем на обычные письма, спам-письма, рекламную продукцию и так далее. Это может быть, например, классификация, там, людей на фотографиях, то есть так или иначе, существо и в том, что в данном подходе у вас есть набор классов, есть входные данные, по которым вы должны определить, что же перед вами находится. Другое направление – это задачки, связанные с регрессией, когда вам необходимо, грубо говоря, имея из данных, получить некоторую модель процесса динамического, либо статического, либо динамического, которая бы описывалась гораздо меньшим значением, гораздо меньшим объемом информации, чем исходно. То есть у вас было, например, тысяча сэмплов в вашем временном ряде. В результате применения регрессионной модели вы хотите, например, получить модель, состоящую из всего там трех-четырех параметров. То есть некоторое математическое уравнение, да, уравнение несколько неизвестных параметров. Ваша задача – подогнать ваши данные под эту модель. Таким образом вы производите некоторое сжатие информации, то есть вместо тысячи сэмплов получаете 5-10 параметров всего в вашей модели. Поэтому она называется как регрессия. Соответственно, это могут быть не только временные ряды, это может быть какое-то отображение, моделирование отображения. То есть такого рода задачки. Здесь уже не нужно по входным данным получать некоторый набор классов как задачи квалификации. Здесь, как правило, нужно получить на выходе некоторые уже значения, подав набор входов. Например, это может быть, например, время. Входом может быть время, выходом, например, значение вашего временного ряда. Либо, например, входом являются предыдущие значения временного ряда, например, последние 5-6 отсчетов. А значением получаемым, генерируемым вашей моделью, будет, например, следующее значение в временном ряде. То есть предложить, например, системе задачку спрогнозировать, что будет дальше, например, как будет развиваться ситуация. То есть задачи прогнозирования, оценки, они, как правило, связаны с задачами регрессии. Значит, есть еще задачки, связанные с кластеризацией, когда, например, вы не знаете, что нужно получить, у вас есть просто много-много данных, и вам нужно попытаться эти данные разбить на некоторые подгруппы на основе некоторой метрики расстояния между элементами. И в таком случае методы кластеризации позволяют вам понять, где у вас точки данных сгруппированы в вашем пространстве, для того, чтобы выделить центры этих кластеров и границы. Таким образом вы сможете, например, попытаться взять какие-то документы, попытаться сформулировать какие-то метрики, посчитать по каждому из документов. Вы можете попытаться их классифицировать, например, разбить их на подгруппы. Сейчас очень часто появляются алгоритмы, связанные, например, с классификацией фотографий, которые у вас есть на диске, классификацией документов, которые у вас есть на диске и так далее. То есть такие задачи кластеризации тоже достаточно актуальны. Кроме того, они не требуют, например, в отличие от первых двух, где вам нужно, например, для классов все данные разметить, объяснить, какие данные к каким классам относятся, только после этого сможете вашу модель настроить. Примерно то же самое вы увидите в регрессии, где вам нужно иметь некоторый временной ряд, задать модель. Вот здесь вам ничего не нужно, вы просто выбираете модель кластеризации и подскармливаете ей данные, да, и получаете на выход количество, вернее, центры вот этих ваших кластеров и границы, и на основе этой информации можете, например, понять, на какие части вашей системы нужно обратить внимание. То есть уже не там, не миллион документов перебирать, да, например, выделить там 10 кластеров, взять типичные представители каждого из кластеров, да, и таким образом попытаться проанализировать, что же у вас за данные в вашей системе находятся. Вот есть еще задачки, связанные с уменьшением размерности системы, то есть когда у вас, например, есть там 100-200 мерная система, то есть некоторых параметров данных, да, вы можете в процессе анализа, применяя вот такие модели, методы, попытаться обнаружить уже не просто скопление, а некоторое упрощенное поведение вашей системы в этом многомерном пространстве, например, представить вашу многомерную систему на плоскости и уже дальше на плоскости, например, увидеть, что у вас там есть наборы кластеров каких-то, либо, например, классификатор построить на плоскости, где будет визуально понятно, какие точки правильные, какие неправильные, то есть отдельное тоже направление, это такое немножко вспомогательное, да, задача искусственного интеллекта, но тем не менее тоже достаточно важное, это уменьшение размерности. То есть оно может быть, например, частью вашей системы классификации за счет того, что вы, прежде чем применять методы классификации, вы сначала пытаетесь упростить систему максимально возможным образом, например, произведя некоторые сжатия вашего пространства признаков. Вот есть также отдельные задачки, связанные с, как мы уже, я уже сказал, поиск по сетке, различные методы валидации, то есть это уже такой элементы поиска эволюционного с элементами оптимизации в пространстве. Вот такие, наверное, основные направления по задачкам, связанным именно с получением моделей из данных. Ну, вкратце вот про модели, да, которые в том же пакете существуют. Есть очень хорошая у них такая иллюстрация этих моделей. То есть такие основные представители, начиная от самых простых и заканчивая достаточно сложными примерами. Пройдемся просто кратко по ним, да, что каждый из них означает. Метод или модели ближайших соседей. Значит, идея этого метода достаточно проста. У вас есть набор точек ваших аналогий, то есть ваших экспериментальных данных. И ваша задача, например, понять вот новые точки, которые у вас не относятся, не являются ни одной из красных или синих. То есть у вас два класса есть. Красный и синий. Вот здесь примеры приведены множество в вашем пространстве. То есть каждое измерение в этом пространстве – это некоторые, ну, предположим, некоторый датчик или некоторый признак вашего документа, человека, может быть, там, не знаю, размер носа, там, размер губ и так далее. Так, конечно, некоторый набор метрик, которые вы вычисляете по вашим данным. Вот. И ваша задача – определить, кто перед вами. Синий или красный, словно говоря. Соответственно, вот в методе наименьших ближайших соседей ваша модель строится, исходя из того, какие точки у вас есть. И принадлежность к тому или иному классу, она определяется тем, насколько близко вы… То есть насколько близко вы находитесь к синим или красным точкам. То есть по факту просто строится взвешенная сумма расстояний до каждой точки из вашей точки, к которой вы хотите понять, к чему, к какому классу она относится. И на основе этой метрики определяется, по некоторому пороговому значению, относится ли она к синему или относится к красной. То есть в данном случае у вас такой метод аналогии, он действует напрямую, потому что вы вычисляете расстояние от вашей целевой точки, которого изначально в ваших данных не присутствовало, к той точке, которую вы знаете, к тем точкам. И вот вычисляя такие веса, вы можете понять, к какому в каждом точке пространства, к чему она больше относится, к красному и к синему. Ну, здесь, соответственно, сплошным цветом показаны области принадлежности к тому или иному классу. То есть вот здесь мы точно синие, вот здесь мы точно красные, а здесь такой переходный, переходная зона, когда мы точно не уверены, что она все представляет. Соответственно, на основе этого можно уже принимать какие-то решения. То есть вы построите классификатор, который позволяет, задавая определенную точку, в пространстве, да, ответить на вопрос, к какому классу она относится. Вот эта идея разделения вашего пространства на некоторые зоны, она, по сути, такая простая геометрическая интерпретация всех задач классификации, которые существуют. То есть проведение некоторого такого разграничения в пространстве. Значит, ну вот там другой метод, это метод поддерживающих векторов, опорных векторов. Значит, он отличается от первого тем, что здесь в явном виде строится некоторая прямая, ну или в многомерном пространстве гиперповерхность, линейная, которая разделяет точки на два класса. Соответственно, в зависимости от того, насколько далеко вы относитесь, насколько далеко вы находитесь от этой точки, от этой прямой или гиперповерхности будет определяться мера вашей уверенности в том, к какому классу относится та или иная точка в вашем пространстве. Соответственно, вы можете настраивать параметры этой кривой на основе тех данных, которые у вас есть, если они точками отмечены. Дальше вы можете использовать модель для того, чтобы брать произвольную точку и по ней получать ответ на вопрос, к какому классу она относится. Значит, вот эти два метода. Ну, здесь метод просто на данных основан. Здесь уже заложена некоторая линейная модель. Ну и, соответственно, тут за счет того, что приводятся разные примеры множеств, видно, что, например, линейные модели не всегда могут красиво разделить ваши точки, ну, ваше множество, ваше пространство разделить на точки. То есть, например, здесь она уже по сути не справляется. Если здесь вот более-менее нормально, то есть мы видим, что в центре синяя, по краям красная, да, то здесь она уже так не может с этим справиться. То есть она хорошо работает для таких наглядных разделений. Но, тем не менее, это просто базовый алгоритм. Да, есть еще так называемый нелинейный метод опорных векторов, где применяются нелинейные функции. То есть, по сути, перед тем, как применять. То есть, по сути, в основе лежит все равно идея линейной гиперповерхности, но, тем не менее, уже в некотором искаженном пространстве. То есть тут используются радиально-базисные функции в этом примере, которые позволяют вот таким образом как бы такие всплески создавать. Ну, радиально-базисная функция – это такая шляпа с максимумом в нуле и с расползанием к нулю до плюс-минус бесконечности. Соответственно, она такие куполы создает в пространстве в окрестностях тех точек, которые даны нам как исходные данные. То есть мы здесь, в данном случае, уже хорошо уверены там, хорошо уверены в результате, если мы находимся где-то внутри вот этого кластера, и мы теряем уверенность за его пределами. То есть такая наиболее разумный подход к задаче классификации. То есть мы не знаем, что здесь, потому что у нас просто здесь нет точек. Соответственно, добавление вот такого простого элемента, нелинейного, в исходную линейную постановку позволяет вам получить достаточно интересные результаты. То есть, как видно, она и здесь хорошо теперь справляется, и здесь хорошо справляется. В счет того, что она выделяет максимумы принадлежности к некоторому классу в окрестностях точек, которые нам даны. Похожим образом работает метод на основе гауссовских процессов. Гаусс тоже использует радиально-базисные функции. Но, тем не менее, там достаточно сложная математика за ним стоит, что в целом позволяет получать более сложные, ну, более точные представления вот этих кластеров. Значит, есть отдельное направление, связанное с деревом решений. По сути, это попытка получить из данных наборы некоторых логических правил по вашим параметрам, которые у вас есть. То есть, то, что мы там в экспертных системах рассматривали как некоторые ручками составленные правила, да, здесь попытка из данных получить набор вот этих правил. Построить некоторое дерево решений, по которому вы можете, соответственно, проводить классификацию. Например, там берется первое правило, да, что если х больше такого-то числа, то это синий. Если меньше, то красный. Потом после этого запускается следующее правило, которое он, например, разделяет по такой линии, говорит, что если Y меньше, то это синий, если больше, то красный и так далее. Таким образом, дробится система на такие вот квадраты, секторы, да, и чем больше у вас таких правил, цепочек правил, тем детальнее вы сможете классифицировать ваш объект, который вы на входе, ваши данные. Соответственно, тоже видно, что, несмотря на то, что такая простая идея логических правил, довольно неплохо она отлавливает такие вот группы, точек. Иногда возникают странности, то есть прямо здесь, видите, такой синий появляется элемент. Но, тем не менее, как тоже, как некоторая базовая идея, построение классификатора из данных. Ну, некоторого классификатора, да, который отвечает на вопрос, да, нет, достаточно нетривиальный вопрос, да, нет. Вот, есть развитие этого метода, это случайный лес, так называемый. На самом деле, это просто, когда вы берете очень много вот таких вот деревьев, по-разному их настраиваете, подсовываете им разные точки данных для обучения, а потом берете взвешенную сумму, некоторые усредненные, усредненные результаты по всем этим деревьям, которые вы там в вашей модели заложили. Например, взяв 200-300 деревьев, можно получить более интересные результаты, да, более точное, детальное, более такое плавное описание вашей системы, да, то есть устранить вот эти вот странные выбросы. Вот, то есть это тоже такое некоторое развитие, и вот за счет того, что такие методы, они базируются на простой логике, если то, то они тоже достаточно популярны, как некоторый такой способ быстро получить результат. Нейронные сети, значит, это тоже у нас отдельная тема есть про нейронные сети, отдельный сектор на нашей диаграмме, вот это, да, связанное с коннективистами, отдельно про них поговорим. В целом здесь вот показано, что нейронные сети не так уж сильно отличаются от других методов, то есть они, в принципе, иногда даже хуже работают, чем те же, тот же лес случайных деревьев, да, там, или те же гауссовские процессы, система опорных векторов, вот, но, тем не менее, тоже могут давать неплохой результат, то есть тоже такой своего рода похожий результат на, например, те же метод ближайших соседей, да. Есть отдельный еще метод Boost, это когда, грубо говоря, вы строите уже некоторую последовательность моделей, когда, грубо говоря, каждая новая модель пытается улучшить результат предыдущей модели. Выбрав такую цепочку моделей, вы тоже можете построить довольно простые, ну, довольно простые исходные модельки, да, там, например, линейная модель, такого, такого рода, взяв там 5, 6, 7 итераций таких, там, 100 итераций, да, вы можете пытаться как-то улучшить результат за счет вот такой последовательного улучшения. Значит, метод наивного Boost тоже некоторые, метод уже на основе вероятности подхода, мы частично его рассматривали, да, но здесь больше уже упор идет не в некоторой цепочке логических решений, да, и вероятности перехода, а скорее вот вероятность того, что та или иная точка относится к тому или иному классу. Вот это, честно, не помню что, но, тем не менее, тоже некоторый метод, который позволяет вам нелинейным образом строить такие зависимости. Вот, значит, по, это как бы задачка классификации, да, по регрессии примерно те же самые результаты, ну, примерно те же самые аналогии, да, то есть те же самые модели, но используются, например, для регрессии, потому что, как мы тут уже обсудили, да, что любая задачка классификации – это, на самом деле, проведение некоторой кривой в пространстве двухмерном, да, или гиперповерхности в многомерном пространстве, то, соответственно, вы можете использовать ваше вот это уравнение гиперповерхности или кривой в вашем пространстве как некоторую функцию, которую будет выдавать уже не класс, там, один или два, а некоторое выходное значение, да, например, прогноз поведения. Поэтому такие аналогии, они в целом справедливы не только для задач классификации, но и для задач, например, регрессионного анализа. Кроме того, многие из таких моделей используются впоследствии и для задач, например, уменьшение размерности. Суть их сводится к тому, что вам необходимо решить обратную задачу, то есть вам нужно найти такую плоскость в пространстве, поверхность, там, гиперповерхность, прямую, кривую, на которой будет находиться максимальное количество точек. То есть так или иначе те же самые модели, да, могут быть использованы для того, чтобы сделать, решить задачу, например, уменьшения размерности. Вот, похожим образом, часто бывает, используют похожие модели и в задачах эволюционного поиска, когда, например, вам нужно подобрать параметры некоторой кривой, описывающей решение вашей задачи, и эти параметры выбираются с помощью, например, там, методов алгоритмов эволюционного поиска, либо алгоритмов перебора, да, либо случайного поиска, либо имитационного модели. То есть так или иначе вот эти модели, которые позволяют вам описывать ваши данные, они появляются во всех трех секторах, да, которые мы здесь рассматриваем, то есть как методианалогии, так и методах эволюционного поиска, так и методик коннективизма, да, когда нейронности оговорим, тоже некоторая функция чаще всего. Вот, но только здесь больше речь идет о том, как соединять из простых элементов, сделать сложное поведение. Здесь больше говорится о том, как искать оптимальную конфигурацию во времени, да, а здесь больше говорится о том, как, взяв исходные данные, максимально похожим образом выдавать результат, то есть как подражать тем данным, которые у вас есть. Вот, но на практике все, как правило, смешивается в одну кучу, то есть у вас нейронные сети используют для классификации, для того, чтобы, а методы поиска, да, они, например, или методы оптимизации используют для того, чтобы подобрать параметры этой нейронной сети. Вот, поэтому, наверное, есть смысл все это объединять в некоторую одну единую тему. Хотя, конечно, опять же, повторюсь, каждая из них, она достойна того, чтобы иметь отдельный курс по этим направлениям. Ну, пару слов про нейронные сети. Есть такая статья, называется «Зоопарк нейронных сетей». Чем она интересна, да, она показывает, насколько сложными могут быть нейронные сети. Значит, мы посмотрели тут несколько моделек, да, вас не должно вводить в заблуждение, что это все модели, которые вы должны знать. На самом деле, это просто вершина айсберга. Значит, за каждой из этих моделей стоит целая наука, тысячи публикаций с различными вариациями, методами настройки этих коэффициентов. Это очень-очень высокоуровневое описание, да. Соответственно, вот на примере нейронных сетей, да, можно понять, что это на самом деле не вот такая вот картинка. Где вот это, да? На самом деле, там за ними скрывается огромное количество разных архитектур этих нейронных сетей. Я бы даже так сказал, что вот то, что тут нарисовано, это только одна архитектура, связанная с хит-форвард-сетями. То есть это сети, которые позволяют вам моделировать некоторую статическую функцию. То есть там y равно f от x. Это самая простая нейронная сеть, которую можно найти применение. Вот, и она сейчас, как бы когда говорят про нейронные сети, конечно, говорят не про такие нейронные сети, говорят про что-то более сложное. Соответственно, таких сложностей их огромное количество. Вот здесь разные графически нарисованы, ну, немножко так шуточно, да, нарисованы вот разные архитектуры. Мы специально сейчас не будем на них останавливаться. Тут по каждой из них можно отдельную лекцию делать. Ну, вот что, например, сейчас популярно вообще в научной среде, в технической, это, во-первых, глубинное обучение, то есть сети прямого распространения с большим количеством слоев. То есть если там классические фит-форвард-сети и те сети, которые, например, здесь использовали, да, для этих примеров, это были, как бы брались базовые элементы, они объединялись в некоторые слои, да, и информация, распространяясь через них, приходила к некоторым результатам, да, за счет преобразования в каждом из этих слоев. То есть вы можете представить себе там некоторую, как мы в теории управления, да, рисуем эти кубики и стрелочки между ними, да, вот сигнал зашел сюда, потом прошел сюда, потом прошел сюда. В этом, наверное, основной принцип всех нейронных сетей, это вы подаете входы на вход вашей нейронной сети, входы – это ваши показания датчиков, какие-то признаки, по которым вы пытаетесь, например, классифицировать объект, либо какие-то там прошлые значения, по которым вы пытаетесь спрогнозировать поведение в будущем. Это ваши исходные данные, значит, вы их подаете на вход в сети, она их как-то там преобразовывает, да, получает результат. Это либо результат классификации, там, да, нет, хороший, плохой, добрый, злой и так далее, либо это какая-то регрессионная задачка, где вам выдаются какое-то конкретное значение, 5, 6, 7, 5,5 и так далее, в зависимости от того, как вы построили вашу задачу. И классические сети FitForward – это статические сети, которые просто отображают набор входов, набор выходов. Сейчас более популярны глубинные обучения, когда у вас там не один-два слоя, когда у вас 15, 20, 30 слоев, которые позволяют вам за счет такой глубины резко сократить сложность. И количество элементов, которые здесь присутствуют. Тут нарисовано якобы два входа. На самом деле в современных нейронных сетях их миллионы входов. То есть одна из таких классических задач для нейронных сетей – это, например, классификация изображений, где, например, у вас входом является изображение. Если у вас там изображение 1024 на 1024 пикселя, у вас будет примерно миллион входов, то есть миллион значений на входе. Соответственно, для того, чтобы такую огромную размерность переварить, вот придумают глубинное обучение с множеством слоев, за счет чего позволяют раскладывать не только, то есть не по нескольким слоям пытаться переварить все это, а строить такую некоторую итеративную разработку, итеративную обработку этих сигналов. Чем больше слоев, тем, как правило, больше информационная емкость в вашей сети, и тем проще она, например, подгоняет результат по вашим исходным данным, данным для настройки вашей сети к тому, что вы хотите получить. Вот есть отдельная технология настройки нейронных сетей, мы про нее даже говорить не будем, это тоже отдельная тема. Вот, просто в целом вам важно понимать, что по данным вы можете подобрать такие настройки каждого элемента, которые будут какие-то элементарные преобразования делать в вашей сети, того, чтобы, например, входом сопоставить определенные выходы. Это называется процесс обучения вашей сети, процесс настройки. У вас есть набор данных размеченных, где вы знаете, что хорошее, что плохое, и вам нужно на выходе, подавая некоторые данные, получить на выходе нужный результат. По сути, подогнать параметры вот этих отдельных элементов под тот результат, под тот ответ, который вы должны получить, получая на входе некоторый набор данных. А дальше вы можете брать уже другие данные, пропускать их и тоже получать ответы. Насколько они хорошо или плохо будут работать, это интересный вопрос. То есть в отличие, например, от метода ближайших соседей, где вы точно знали, что… Ну, или, например, вот система опорных векторов с этими РБ функциями, где вы точно знали, что, попадая сюда, вы находитесь за пределами известных точек. То есть что-то происходит, мы до конца не знаем. Вот в нейронных сетях вам какой-то ответ даст. Либо хорошо, либо плохо. И насколько это будет правильно, например, говорить, что вот здесь красные, а вот здесь синие, вообще говоря, не очень понятно. Вот это один из недостатков нейронных сетей. То есть вы не можете объяснить, почему вот так. То есть там в отличие от тех же методов опорных векторов, где вы можете показать, что у вас вот здесь область известных данных, а здесь вы ничего не знаете. В нейронных сетях это гораздо сложнее. То есть вы не можете сказать, попадала у вас сюда система или нет. У вас просто есть набор вот этих элементов, которые что-то делают с вашими данными. А верить этому или нет, это уже ваша забота. То есть ваша ответственность. Соответственно, да, сейчас популярны глубинные нейронные сети. И вот еще другой. Нужно более детально, да, собственно, что вот в этих кружочках. Значит, ну вот в простых сетях. Это, как правило, некоторая просто функция нелинейная. Часто используют сигмоидную функцию, пороговый элемент. То есть если у вас значение на входе меньше какого-то значения, да, то будет 0 или минус 1. Если больше, то будет плюс 1. И вот такие пороговые элементы, их там миллионы объединяют в сеть, и на выходе получается аппроксимация вашей системы. Если такие пороговые элементы будут обычными ступенчатыми функциями, то вы получите на выходе обычное дерево решений. То есть примерно вот такой результат. Вот. Если у вас будут нелинейные функции, например, радиально-базисные функции или сигмоидные функции, то вы получите что-то такое более мягкое и приятное на вид. Такое, такое. То есть в данном случае нейронная сеть, она является таким универсальным аппроксиматором, вот эта fit-forward сеть, которая позволяет получить результаты, схожие вот со многими из этих моделей. Вот. Ну, например, она не может определить, было ли когда-нибудь здесь точка или нет во время обучения. То есть такие вопросы она не может отвечать. Что вот еще добавляют сюда, да, например, добавляют обратные связи. Тут рекуррентные сети. Это когда у вас каждый элемент, выход каждого элемента через временную задержку подается на вход снова. Получается динамическая нейронная сеть, по которой появляется некоторая память. То есть в ней уже не просто, она не просто отображение, она позволяет вам, грубо говоря, моделировать некоторую динамику. Значит, что это позволяет вам сделать? Оно позволяет вам моделировать уже динамический процесс. То есть не просто говорить да, нет, а попытаться, например, описать поведение системы на каком-то интервале времени, да, то есть реконструировать траекторию, по сути. Очень популярное сейчас направление – это long-short-term memory. Это специальный вид нейронных сетей с более сложной архитектурой, чем просто обратная связь. Там тоже есть обратные связи, но их там гораздо больше. И они имеют определенный хитрый вид, который позволяет вам, например, выделять процесс короткой и быстрой памяти. То есть вы можете быстро реагировать на какие-то небольшие изменения в вашей системе, при этом у вас есть память для более, скажем так, долгосрочного. То есть, грубо говоря, что-то у вас там произошло год назад, да, вы это помните. То есть такого рода эффекты можно такими эффектами наделять вашу нейронную сеть. Значит, ну, есть разновидности этих различных видов памяти, да, ну, о них немного подробно становится. Следующее тоже направление очень популярное – это автоэнкодеры. Это когда вы пытаетесь научить сеть подражать чему-либо. Вот. Часто это сводится к тому, что вы пытаетесь пространство многих размерностей свернуть к пространству меньшей размерности и затем, подвигав точку в этом пространстве, получить на выходе что-то еще. Значит, ну, самый популярный, ну, самый такой известный пример, да, это вот Google любит, грубо говоря, обучить сеть преобразовывать входящие, ну, грубо говоря, берут, например, все известные картины, какие только есть, пытаются их сжать там до картины в смысле, например, изображения, да, там из тысячи на тысячи пикселей, которые превращаются в миллион параметров, пытаются сжимать эти картинки до там 10-20 параметров, то есть некоторые уменьшенные пространства, да, или вообще до двух параметров, чтобы на плоскости все это представить. И затем, двигая точку на этих плоскостях, сгенерировать новые картины, исходя из этих. Вот. Получаются довольно необычные вещи. То есть всякие странные картинки, которые, тем не менее, выглядят достаточно интересно, да, то есть там пытаются, например, лица людей сгенерировать, какие-то, двигая параметры, генерировать лица, там, объединять изображения, какие-то картины пытаются рисовать там, исходя из всего опыта, который там люди накопили, подражать каким-то художникам. То есть вот такого рода автоэнкодеры достаточно популярны сейчас, особенно в всяких инстаграмах, где вы там можете стилизовать изображение, например, под, ну, грубо говоря, там взять вашу фотографию, да, и поменять пол, например, там, сделать из вас там женщину или из мужчины, да, если вы девушка, например. То есть такие вот всякие игрушки придумывают сейчас вот на почве вот этих ган-сетей. Ой, не ган-сетей, а автоэнкодеров. Тоже есть разные вариации этих автоэнкодеров. Значит, ну и есть, соответственно, есть еще некоторые варианты сетей, которые, например, берут свое начало от теории вероятности, то, что мы с вами отдельно рассматривали, да, про метод байса, про вероятности. Пытаются применять эти методы для того, чтобы тоже построить, в целом, вот такие сети. Вот, ну и тоже одно из усложнений, да, это применение различных операций внутри вашей сети. То есть мы там говорили о том, что вы используете, например, простые сигмойные функции или радиально-базисные функции внутри вот этих элементов. Вот, есть еще, например, такие нейронные сети, где используют, например, операции свертки. Это часто используется в изображениях, в видео, где вам нужно, например, преобразовать миллион величин на входе, которые описывают ваше изображение, преобразовать, например, к какому-то уменьшенному изображению, да, профильтровав, по сути, их с помощью некоторой операции свертки. То есть вот такие вот глубинно-сверточные сети тоже достаточно популярны сейчас на современном этапе развития этой теории. Есть различные комбинации, то есть огромное количество вариантов того, как это можно использовать. Ну, и вот тоже такое интересное отдельное направление. Это тюринговые машины, нейронные тюринговые машины, то есть попытка построить нейронную сеть, состоящую из простых элементов, которая может выполнять некоторые логические операции, решать логические задачки. То есть есть такое понятие, как машина тюринга, то есть это минимальное вычислительное устройство, которое может решать задачи, да, и пытаются строить нейронную сеть, которая, соответственно, будет такую машину воспроизводить. Соответственно, она может ее воспроизвести. Она сможет, например, решать какие-то алгоритмические задачки. То есть вы можете, например, научить ее сортировать массив, например. То есть, по сути, решать уже такие нетривиальные задачки, которые обычно ассоциируются с творческой работой человека. Такой чисто математической работой человека по созданию алгоритмов, например. Или написанию программ. То есть тоже есть примеры таких пока еще игрушечных систем, тем, которые могут, например, написать какую-то логику, описать логику просто исходя из того опыта, который здесь накоплен в этой сети. Ну, еще есть такое тоже немного другое направление. Это сети, которые позволяют вам выделять внимание в вашей... То есть, ну, грубо говоря, они позволяют, например, размещать центр внимания в вашем, например, изображении, да, или в вашей ситуации, которую вы хотите. То есть человек, когда, например, анализирует информацию, у него есть разные триггеры, грубо говоря. Например, он обращает внимание, например, на быстро движущийся объект всегда, который представляет опасность. То есть такого рода тоже очень нетривиальные психологические вещи, например, да, как правильное расставление акцентов в вашей ситуации. То есть у вас есть изображение, на котором много движущихся частей, там какие-то люди в толпе ходят, там машины ездят. Ваша задача, например, научить нейронную сеть реагировать на определенные ситуации, что тоже бывает нетривиально. Вот такого рода подход, он тоже развивается, связанный с сетями, с сети, так сказать, привлечения внимания, которые тоже имеют под собой определенные сотни и тысячи публикаций, которые описывают в разных вариациях, как эту сеть организовать. Соответственно, какой посыл нужно отсюда вынести, да, что все из, то есть вот это направление, да, связанное с нейронными сетями, не случайно его выделяют в отдельное направление, да, коннективисты, то есть направление связанное с объединением простых элементов. Как видно, здесь, да, действительно есть много простых элементов, вот здесь они перечислены, какие они могут быть. Опять же, здесь только в общем случае все это описано. За каждым из этих кружочков скрывается тоже огромное количество вариантов того, как он может быть реализован. Вот. Но общая идея такая, что вы берете простые элементы, из них собираете сложную сеть. И вот такое многообразие вот этих архитектур, где разные элементы в разных комбинациях, в разных организованных там по слоям, и каким-то образом настраиваются эти элементы, параметры этих элементов. Это все вот предмет того, вот этой теории нейронной сети, если можно так сказать, да, или вот этого направления, этого сектора, связанного с нейронными сетями. Для того, чтобы решать самые разнообразные задачи, связанные с системой искусственного интеллекта. Значит, что еще? Ну, это вот то, что касается нейронных сетей. Значит, давайте еще пару слов про эволюционистов. Значит, ну тут исходно нарисован генетический алгоритм. Идея его состоит в том, что вы, запуская некоторый процесс моделирования, пытаетесь решить задачу оптимизации. Комбинируя разные, то есть, грубо говоря, вы пытаетесь оптимизировать некоторую структуру, некоторую модель, подобрать ее параметры, какую-то комбинацию компонентов этой модели за счет постоянного, случайного комбинирования разных элементов. То есть вы создаете некоторый набор первоначальных конфигураций случайным образом, и потом начинаете их между собой комбинировать для того, чтобы в процессе такого моделирования, вот этого комбинирования, вы смогли бы прийти к некоторому оптимальному решению. Вот, это как бы исходная была идея этих вот эволюционистов. Я бы, наверное, чуть шире смотрел на эту задачу, да, в целом, как на задачу оптимизации, решаемую путем моделирования. Это может быть как моделирование вероятносты, например, методом Монте-Карло, где вы можете задавать некоторое распределение вероятности, и методом тыка прощупывать, да, вашу систему. Так и, например, методы, связанные с моделированием, ну, таким классическим моделированием, моделированием процессов, дискрето-событийным моделированием, где вы, например, составляете модель вашей системы из ваших знаний о том, как она устроена. И дальше путем симуляции, имитации функционирования вашей системы вы пытаетесь, например, получить оценку, а что произойдет, да, если вот такие будут условия, да. И дальше, просчитывая разные варианты, вы можете, соответственно, понять, какой из них больше всего подходит под вашу текущую ситуацию. И на основе этого делать уже какие-то, принимать какие-то решения. Ну, в простейшем случае, например, производить оптимизацию. То есть у вас есть набор, например, агентов, которые существуют в вашей системе. Агенты, в смысле, например, это какие-то ваши сотрудники. Соответственно, у вас есть некоторая модель, описывающая каждого сотрудника, как он взаимодействует с друг с другом, с организацией, там, с ресурсами, которые есть в организации. И вы, например, хотите просчитать в каждый момент времени, как каждый из них будет себя вести и как они будут в целом себя вести. Будут ли они работать эффективно или, например, они будут там уставать. Соответственно, создавая вот такую модель, такой среды, вы можете запускать моделирование, да, проверять разные варианты сотрудников, например, там, по их совместимости, по характеру, для того, чтобы находить некоторую оптимальную, например, конфигурацию вашей группы рабочей, которая будет выдавать наилучшие результаты в вашей работе. Это такая классическая задачка. Она, может быть, изначально не была связана с искусственным интеллектом. Но, тем не менее, сейчас многие системы искусственного интеллекта как раз строятся на основе такого вот внутреннего моделирования, когда запускается некоторый процесс моделирования эволюционный, то есть попытка воспроизвести, как будет развиваться ситуация. И дальше, сравнивая разные варианты, находится оптимум из них по какой-либо метрике. Это такой наиболее простой, понятный способ построения такой интеллектуальной системы, потому что вы можете легко объяснить, как было принято решение, да, вот у вас пять вариантов было просчитано, вот там в четырех из пяти мы получили плохой результат, в одном из пяти хороший. Понятно, что нужно действовать так, как предписано вот в этом сценарии, там, номер четыре, условно говоря, который оказался хорошим. Тоже достаточно нетривиальное принятие решений на основе таких, такого моделирования, которое находит свое применение на практике. Ну, вкратце, есть такой продукт, AnyLogic, разрабатывается в Питере, во всем мире применяется. Он не единственный, почти у каждого гиганта информационных технологий, да, есть какой-то свой вариант по имитационному моделированию, там, у того же Симминса, у того же Schneider Electric, у всех есть, так или иначе, какие-то системы, которые позволяют вам моделировать процессы, да, и использовать их для решения задач оптимизации. То есть то, о чем мы вот говорили вот в этом подходе. Что, ну, что из себя может и представлять такая система, да, ну, просто пробежимся, такой туториал есть, да, создание некоторого цеха по выточке деталей, да, то есть у вас есть некоторый цифровой станок, за ним работает человек, есть погрузчики, которые подвозят заготовки к вашему станку, и есть грузовик, который подвозит сами заготовки. Такая вот простая система. Нужно, например, оптимизировать ее поведение, да, то есть выбрать сценарий работы, там, например, квалификацию отдельных сотрудников, которые здесь работают, здесь работают, здесь работают, для того, чтобы у вас, например, не возникало каких-то затыков здесь, то есть у вас склад, например, не переполнялся, или чтобы у вас успевали станки обрабатывать, либо, например, уменьшить то, как часто приезжает грузовик с деталями, чтобы у вас не накапливалось. То есть так или иначе оптимизировать эту систему, да, параметры подобрать. То есть путем, эволюционным путем, то есть прогоняя моделирование, подгоняя разные параметры, да, и прогоняя моделирование. Вот такой простой пример, просто в двух словах как это происходит, да, ну, достаточно все тривиально. В этом пакете вы просто, ну, тут еще элемент такой графический, да, чтобы все это визуализировать, хотя на практике это никому не нужно, но вот для красоты это делается, да, то есть просто рисуется некоторая модель, и самое главное, да, она размечается на некоторые зоны, в ней будет выделяться, по сути, структура вашей модели, что у вас есть там определенные зоны, да, зона приема деталей, зона приема заготовки перед станком, какой-то путь, там вот точки появления заготовки, да, и к некоторому, к некоторой точке, где она будет использоваться. И есть, например, промежуточный склад, который работает как буфер для того, чтобы те объекты, которые приходят на вход, да, не могли здесь накапливаться. То есть сюда приходят по одной, например, заготовки, да, а здесь их может приходить сразу много. И это такой некоторый резервуар, куда он скидывается, и, соответственно, здесь накапливается. То есть проведя вот такую разметку, вы сдаете как бы первую структуру вашей системы. После этого вы описываете уже такую принципиальную модель вашей системы. Она описывается уже больше в таком процессном виде. То есть накидывая просто кубики, как в симулинке вы, например, делаете, да, и описывая, какой блок каким соединяется, вы можете описать некоторый ваш процесс. То есть, например, источник, потом какая-то емкость для хранения, да, и потребитель, который может потреблять с определенной скоростью эти детали. Создавая вот такие две модельки, вы можете, соответственно, построить модель вашей системы, да. То есть изначально мы описали ее на словах, здесь мы уже ее сформулировали в виде некоторой модели имитационной. Вот после этого вы можете, например, дальше детализировать, да, например, объяснить, как это будет происходить. То есть как будут перемещаться детали отсюда сюда. То есть не просто перемещение, да, разово, а с помощью некоторых ресурсов. То есть у вас, например, есть один погрузчик, который возит по одному ящику от грузовика на склад. И, соответственно, есть погрузчик, который возит со склада к станкам. Соответственно, вы можете определять некоторого агента, который будет оперировать вот этим потоком ресурсов, потоком объектов. Они называются агенты, у них есть определенные правила, как они работают, там им можно знать какую-то модельку, которые у вас будут для визуализации. Но модельки, опять же, это все условно. Самое главное, да, это поведение этого агента, то есть набор правил, по которому он функционирует. Вот они обычно описываются некоторым, либо на каком-то внутреннем языке скриптовом, либо какой-то простой логикой, как здесь. Вот, тем не менее, разместив таких агентов, сказав, например, что у вас здесь будет 4 погрузчика, здесь будет один погрузчик возить, вы можете, соответственно, писать вашу систему, дополнить еще и такими вот агентами, да, которые будут распределять ресурсы внутри. Между потребителями. Кроме того, ну, про трехмерную – это просто визуализация, то есть вы можете потом построить такую красивую картиночку. Никто на практике ее не пользуется, это чисто маркетинговая штука, чтобы как-то визуализировать, как они у вас тут ездят, эти погрузчики. Вот, ну, гораздо интереснее здесь, на самом деле, другое, что у вас также моделируется как отдельные агенты, то есть у вас может быть несколько агентов в вашей системе, они могут моделироваться тоже как некоторые агенты, которые, например, подвозят вам на вход что-то. Таким образом, вы получите уже некоторую полную модель, где у вас поступают ресурсы, эти ресурсы перемещаются по вашей модели с помощью некоторых агентов, да, и есть у вас еще агенты, которые потребляют ваши ресурсы, по сути, из заготовок делают некоторую исходную деталь. Вот, все это позволяет вам собрать модели, например, задавая параметры этой модели, как часто приезжает грузовик, сколько у вас погрузчиков на одной части, сколько на другой, у вас вот получается некоторое пространство поиска параметров, которые вы можете оптимизировать эволюционным путем. То есть в простейшем случае просто перебирая, например, эти параметры, находить из них оптимальный. Вот, наверное, такая общая идея вот этого подхода, связанного с моделированием. Значит, что еще тут? Ну, в конце концов, да, у вас получается уже такая некоторая цельная модель, где вы можете посмотреть, как у вас здесь детали накапливаются, как у вас на складе детали накапливаются и так далее. Вот, на самом деле, очень сложные модели строят. Вот у них есть отдельные там white papers или такие рекламные продукты, да, вот, например, они по обслуживанию турбин для Siemens делали. Значит, систему не самую тривиальную. То есть там тоже определенная есть, грубо говоря, логика работы турбины, да, они пытались построить цифровой двойник турбины, то, как она работает, как она функционирует. Ну, честно говоря, не смогу вам сейчас сходу сказать, что здесь происходит. Просто пример, да, ну, скорее всего, здесь такое тоже дискретно событийное, да, как, например, их обслуживать, эти турбины. То есть там бывают аварии, бывают сервисные обслуживания, бывают всякие правила того, как турбина теряет свою надежность. Вот они все это закладывают в модель, да, и пытаются просчитать для каждой конкретной турбины, где она установлена, какому заказчику, какие правила приняты. Пытаются просчитать, например, оптимальный вариант сервисного обслуживания. Для Майкрософта тоже они делали, значит, оптимизацию поставок. То есть, грубо говоря, там какие-то… Майкрософт тоже потребляет, ну, некоторые, понятно, что это огромная организация, которая использует огромное количество ресурсов, да, там, не знаю, начиная от канцелярии, заканчивая там от фруктов, которые там в офисе распрещаются, да. Соответственно, оптимизация путей поставок, да, для вашей компании. Трудно сказать, что-то происходит. То есть, в принципе, при желании можно вчитаться, как они это делали, да. То есть, опять же, в основе всего лежит некоторая модель вашей цепочки поставок, и вокруг нее вот целая инфраструктура исходных данных, каких-то текущих измерений, которые загружаются в модель, да, и на выходе формируются уже некоторые отчеты, например, по оптимальному, оптимальной конфигурации ваших поставок. Заводы, оптимизация заводов, да, то есть оптимизация, тут отдельный кейс рассматривается чисто маркетинговый, то есть попытка просчета, оптимальная маркетинговая стратегия по работе с вашими клиентами для авиакомпании, да, то есть какие бонусы, когда назначать, да, то есть тоже создана определенная модель человека, который принимает некоторые решения, да, то есть летая, да, и попытка смоделировать вот множество людей, да, какие параметры вашей маркетинговой компании будут наиболее оптимальными. Значит, моделирование здесь некоторого карьера, то есть как оптимальным образом размещать, например, точки складирования продукции, где там размещать центры сервисного обслуживания ваших автомобилей, чтобы максимально оптимизировать, там, при затрачиваемое топливо, то есть то, как, кто и куда ездит, тоже достаточно популярное направление, да. Оптимизация пассажиропотока в аэропорту тоже. Каждый пассажир, на него заложена определенная модель поведения, что там кому-то в туалет надо сходить, кому-то надо пройти в зону посадки, кто-то раньше приезжает, кто-то позже приезжает. Есть определенная геометрия этого аэропорта. Есть, соответственно, правила того, как люди, ну, как люди думают, да, попытка понять, как они думают, да. Запускается имитационное моделирование и оптимизируется, там, подбирая параметры, например, выбирая, там, какие-нибудь, ну, грубо говоря, расставляя, словно говоря, некоторые барьеры, да, вы можете попытаться оптимизировать потоки в вашем аэропорту. Тоже совершенно нетривиальнейшая задача, которая, там, человеком, скорее всего, не будет решена. Только, там, система построена на такой системе имитационного моделирования позволяет вам не только решить эту задачу, да, но еще и объяснить, почему. То есть предложить набор вариантов и сказать, какие метрики у каждого варианта есть. Оптимизация железнодорожного транспорта, да, то есть некоторая такая логистическая задачка, ну, и так далее, и так далее. На самом деле, тут много разных примеров. Тут и с производством связаны, и с добычей нефти, и чего-то только нет. То есть достаточно много где используется. Вот. Есть у них отдельно еще white papers про искусственный интеллект, то есть как можно использовать это в системах искусственного интеллекта. Ну, опять же, да, на мой взгляд, вот, чем имитационно моделирую хуже искусственного интеллекта, всегда является частью искусственного интеллекта, на самом деле. Искусственный интеллект – это про принятие решений, здесь больше про моделирование, но, тем не менее, моделирование является частью принятия решений. Вот. Ну, они здесь еще дополнительно рассматривают некоторые другие варианты. Как они говорят, что... Зачем это нужно, да, что, во-первых, вам нужно систему искусственного интеллекта о чем-то учить, и самый лучший способ – это начать с модели. То есть вы строите модель вашей системы, для которой вам искусственный интеллект вы разрабатываете, да, и учите сначала ее на модели, чтобы не на живой системе обучаться, да, настраивать вашу систему, правила подбирать, экспериментировать, а просто строите модель вашей системы и на ней учите вашу систему искусственного интеллекта. Подбираете правила, генерируете данные по данным, пытаетесь строить модели. То есть это как первый шаг к системе искусственного интеллекта – это попытаться построить модель среды, в которой он будет существовать, чтобы не на живой системе проверять, да, не в реальном мире, чтобы в некотором виртуальном мире. Затем тестирование системы искусственного интеллекта. То есть когда у вас есть среда, Вы можете протестировать систему искусственного интеллекта на вашей среде виртуальной, вам не обязательно в реальную жизнь его сразу пускать, да, вы можете проверить, во сколько он вообще надежно работает, промоделировать самые различные ситуации, которые, например, не учитывались, да, но должны были, например, срабатывать какие-то защитные барьеры. Ну и кроме того, еще вот тоже очень такое перспективное направление – это окружение для обучения, да, то есть интерактивное обучение, когда вы помещаете вашу систему искусственного интеллекта в эту виртуальную среду, и она начинает там дергаться, крутиться, пытается как-то выжить в этой среде, тем самым набирая себе очки, там, перезапуская постоянную систему виртуальной реальности, да, пытается научиться существовать в этом мире. Соответственно, по каждому из них вот этих вариантов, да, достаточно хорошо вложится этот подход, связанный с эволюционным подходом, да, то есть тоже, своего рода, некоторая эволюция, эволюционное развитие вашей системы искусственного интеллекта на базе моделирования. Ну, тут приводятся примеры, не связанные с AnyLogic, да, ну, например, известный этот AlphaGoal, когда система искусственного интеллекта от Google победила человека в игре Goal. Тоже она обучалась в результате вот таких погружения этой системы искусственного интеллекта в некоторую виртуальную среду этой игры Goal, где в результате там миллионов прогонов она смогла научиться играть. По сути, она сама с собой играла, да, то есть разные варианты этих систем искусственного интеллекта друг с другом соревновались, да, и в результате соревнований эволюционным путем была получена система, которая смогла обыграть, там, чемпиона мира по игре в Goal. Тоже сейчас такая на хайпе тема, это попытка создать искусственный интеллект, который будет наравне с людьми играть в компьютерные игры, в чемпионаты по компьютерным играм. Были какие-то там новости, что в каком-то году уже даже смогла эта система обыграть какую-то такую среднего уровня команду, по-моему, чуть ли не состоящую из разработчиков самой этой системы искусственного интеллекта. То есть в целом тоже погружая там вашу систему искусственного интеллекта в такую более-менее реалистичную среду, да, то есть если у вас была такая достаточно простая среда с простыми правилами, да, то здесь уже пример того, как система искусственного интеллекта погружает в достаточно сложную среду, в которой обычно человек функционирует. И путем эволюции пытаются добиться того, чтобы система начала делать некоторые осмысленные, принимать осмысленные решения. Ну и в конце они приводят примеры уже реальных систем, которые они, ну не знаю, сколько они реальные, возможно, это просто какие-то маркетинговые проекты. Один из них – это оптимизация работы светофоров, то есть понятно, что можно в масштабе города попытаться запустить модель города, модель трафика и на основе этого рассчитывать оптимальный тайминг светофоров, там, на ближайшие 30 минут, например, да. Но можете представить себе, сколько светофоров в городе, сколько машин в городе, их миллионы. Запускать полностью моделирование слишком дорого. Поэтому строить систему искусственного интеллекта, которая будет как бы аппроксимировать принятие решений на основе моделей. То есть модель используется для того, чтобы разные варианты, ну как бы отвечать на вопрос, хороший подход или плохой подход в данной ситуации. А вот такая суррогатная модель на базе там того же систем машинного обучения, нейронных сетей строится для того, чтобы подражать этой модели имитационной и получать такие же ответы. Вот здесь как раз приводится пример такой системы, да, для оптимизации работы светофоров в реальном времени. То есть у вас есть реальные показания с датчиков, да, там, например, камеры, которые отслеживают трафик на каждом светофоре. У вас есть общая картина по всему городу. Это ваши исходные данные для принятия решений, да. И вы строите такую суррогатную модель, которая подражает в принятии решений этой имитационной модели. Это тоже довольно такое интересное сейчас направление по строению таких суррогатных моделей, которые позволяют, например, не за три часа расчеты провести, там, перебрать тысячу комбинаций и выдать ответ, да, а позволяет вам, например, за полторы минуты получить тот же самый результат с некоторой погрешностью. Вот тут речь идет как раз-таки о суррогатных моделях. Тоже такой замес из всех вот пяти вот этих направлений, да. Тут и эволюционный подход, и подход, связанный с аналогиями. Тут и коннективисты у вас вылезут, потому что какие-то нейронные сети есть. Здесь у вас и байсовский подход вылезет, потому что нужно как-то оценивать, насколько достоверны результаты. Тут у вас есть и какие-то правила, которые, например, описывают поведение этих агентов в эволюционной среде. То есть достаточно нетривиальные уже системы, которые, тем не менее, позволяют вам решать вполне насущные задачи. Человеку, как бы вы не можете поставить там возле каждого светофора сотрудника ДПС, потом дать каждому мобильный телефон, чтобы они друг с другом созванивались и обсуждали, как им правильно включать-выключать светофоры, да. То есть такие задачи уже людьми не решаются. Вот такие задачи возможно решать только с помощью системы искусственного интеллекта. Вот один из примеров того, как это может быть реализовано, да, на основе комбинации множества других подходов, которые мы с вами рассматривали, в основе которого все равно лежит некоторое моделирование, да. То есть вы всегда можете объяснить, почему было так, почему так происходило. То есть некоторые обоснования вести в вашей системе. Ну и тут другой вопрос тоже оптимизация на производстве, некоторые логистики. То есть когда у вас есть тоже набор станков, есть некоторые ресурсы, есть время обработки. Тоже своего рода такой пример системы искусственного интеллекта, построенной на базе моделирования и других подходов. Вот. Ну и так в заключении, наверное, тоже интересная статейка компании НЛМК, это Новолипецкий металлургический комбинат, о том, как они устроили систему, похожую на базе системы имитационного моделирования, системы искусственного интеллекта. То есть такой же свой родозамес, который, тем не менее, позволяет вам решить нетривиальную задачу на производстве. Вот. Ну, тут очень много написано про то, как они выплавляют сталь. То есть у вас там есть чугун, то есть, грубо говоря, у вас там привозят руду, из нее ее переплавляют в чугун, потом чугун заливают в специальную печь, дуговую электрическую печь, в нее добавляют всякие присадки, там варят как-то 40 минут, да, после чего разливают вот-то дуговая электрическая печь, давайте там электродами расплавляется. Представьте, вы получаете некоторый лист стали, да, то есть достаточно нетривиальный процесс, куча всяких кранов, которые паскают эти заготовки, эти печки между собой, есть какие-то отдельные агрегаты, куда вам нужно закидывать ресурсы. То есть такая, по-своему роду, определенная логистика, не, не, как бы, очень нетривиальное поведение у них, да, в зависимости от того, какие у вас, например, были исходные данные для вашего процесса. Очень, что они важно говорят, да, о том, что если вы чуть-чуть где-то задержались вот в этих перетаскиваниях на кранах, то вы, соответственно, охладили, вам нужно затратить дополнительную энергию, чтобы снова разогреть. Если вы где-то затормозили, соответственно, у вас затормозилась вся цепочка, то есть производство действует по принципу конвейера, да, если у вас в одном месте затык, то у вас весь конвейер встал. Вот таким образом очень важна задача, например, диспетчеризации всей этой системы, этого огромного цеха с огромным количеством агрегатов, людей, которые тут работают, механизмов, кранов. И вот они пытаются решить такую задачку, да, то есть они вот строят модель своей системы, состоящей там из набора кранов, набора каких-то агрегатов, между которыми краны должны перетаскивать элементы, и пытаются строить систему расписания, да, то есть пытаются спланировать, как каждый кран, что и когда должен делать. У них получаются такие колбаски, то есть по каждому крану, куда ему ехать, что взять, куда переехать и куда бросить, да. Вот задача встроения такого вот плана. Значит, раньше все это делали люди, делали на глазок, с ошибками, с какими-то тормозами, то есть заступориванием. Ну, задача, например, создать систему, которая будет это делать автоматически. Вот какие там проблемы, они здесь подсвечивают, да. Проблема в том, что, например, вам нужно как-то понимать, где у вас находится, где у вас что находится, в каком состоянии, да. То есть у вас тут огромное количество этих агрегатов, эти агрегаты там были придуманы 50 лет назад, у них нет никаких датчиков, ничего. То есть раньше все это делали люди, сейчас задача просто это автоматизировать. То есть как это можно сделать? Ну, самое простое – это поставить камеру, да, и отслеживать состояние каждого агрегата по его видеоизображению, да, что с ним происходит. То есть своего рода система искусственного интеллекта, которая по изображению позволяет вам сопоставить то, что у вас происходит в реальном цехе, с той моделью, которую вы построили внутри вашей системы. Вот, примерно, тут экран показан. Их определенная модель есть, где есть набор кранов, есть набор агрегатов. Возле каждого агрегата, возле каждого крана стоит камера, что, в принципе, не так дорого, да, в отличие от обычных датчиков. И, соответственно, по вот изображению с этих камер, они определяют текущее состояние, что происходит на этом агрегате. Ну, это приводит пример, да, у вас какую-то ерунду подсунули сюда, да, и что-то туда выгрузили. Вот, соответственно, у этой ерунды есть определенная форма, есть определенный номер, который еще к тому же нарисован кое-как. За счет этого можно, например, с помощью изображения с видеокамер понять, что вот у вас куда-то сюда взяли, подсунули, засыпали еще немножко чугуна, например, да, в вашу печку. То есть вот таким образом они пытаются на основе разных методов, да, там методы распознавания изображения, там, с помощью, не знаю, сверточных нейронных сетей, например, методов моделирования, то есть просчитывания ситуаций. То есть у вас, когда вы знаете, где у вас что находится, вы, по сути, знаете начальные условия для ваших моделей. Вы можете их использовать для того, чтобы просчитать различные варианты, да, вашего расписания, которые вы должны получить. То есть, по сути, вот, задавая разные комбинации вот таких вот графиков работы, по секундах, например, да, куда двигаться и что брать, вы можете попытаться найти оптимальную комбинацию, которая, например, превратит застопоривание в том или ином виде или, например, наоборот, покажет, что у вас есть еще огромный там буфер для того, чтобы, например, увеличить пропускную способность. Вот, все эти графики можно потом сравнивать, считать KPI, метрики. Вот такой вот интересный пример промышленной системы, построенной, ну, по сути, на всем, что мы до сих пор изучали с вами. Вот, наверное, это все, что я бы хотел рассказать вам. Конечно, хотелось бы гораздо больше рассказать в этом курсе, но пока вот, наверное, остановимся только на этом. Значит, все лекции я вам сброшу, соответственно, вас впереди ждет экзамен, вопросы к которому я вам тоже скину в Телеграм. Соответственно, если будут вопросы до экзамена, вы можете их задавать в Телеграм мне. Если не будет, тогда уже будем встречаться с вами на экзамене. По всем этим темам будут у вас вопросы. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok